Часто бывает, конечно, что вы проигрываете партию из-за того, что торопитесь. Вместо того, чтобы внимательно посмотреть позицию и проверить все возможности противника, вы торопитесь, раз, и зевается. Иногда зевают партии по переписке. Знаете, что такие турниры проходили по переписке в свое время? Да, да. В свое время были в очень популярном турнире по переписке. Что это такое? Там по телефону, например, говорили? Нет, по телефону, а по переписке. То есть человек пишет по-русски. Нету? И вот писали. Нет, да. Человек пишет по-русски. Скажем, 2, и 4. На открытке. Открытка послали противников. О, так долго. Да, турниры слили по 2-3 года. И проводились даже чемпионаты мира. Чемпионат мира проводился в ровно 3 года. Кончался, начинался в сведения и так далее. Но некоторые... Какое привычное было? Тогда же компьютеров не было. Поэтому, если человек любит шахту, он живет где-нибудь далеко на севере. У него противников нет, а так он играет. Играет и с Москвой, и с Киевом, и с кем угодно. Поэтому... А проводились международные турниры, когда участники разных стран играли. Что такое счет? А вот если, например, там по телефону они не могли ничего делать? Например, он поговорил по телефону, говорили. Нет, по телефону можно было. Можно было и советоваться со своими друзьями, так многие и делали. Телефон, во-первых, это дорого. Если ты, знаешь, как бы ты был открыт, то это не дешевое было, а телефон дорого. Потом телефон... Здесь связана вся идея, что идет турнир по-перебильски, ты делаешь код, посылаешь, у противника есть неделя. Через сечение недели он должен ответить и так далее. Но турниры иногда длились, я говорю, по несколько месяцев, а иногда и годами. Но они были очень популярны и позволяли встречаться шахматистам, которые живут в разных городах. Сейчас, конечно, турнир по-перебильски практически не проводится, потому что сейчас вы будете ставить по-перебильски на компьютер, компьютер вам будет давать ход, если вы можете вообще ничего не делать. Поэтому интерес к турниру по-перебильски уже сейчас прошел. Самая короткая партия за всю историю по-перебильски. Белые проиграли в шесть ходов. Давайте посмотрим, интересно. Д4, коня в шесть. С4, С4, Г5. Это называется водоперский плябит. Белые взяли пешку на Г5. Соня забирали коня и четыре. Теперь играли шах, неприятный на Б4 слонов. Поэтому белые сыграли А3. Черные пожертвовали пешку. Не стали отыграть пешку на Е5. Нет, они сыграли на Д7-Д6. Отдали пешку на развесе. Дверные побили пешку. Черные побили слонов. Развели второй круглый уже. Вот это позиция возникла на турнир по-перебильски. Уорок-Зельмон. В 1905 году. И вот эти белые могли думать целую неделю. А в результате сделали ход. Себе. Еще два, уже три. Сам у себя ход неплохой. Потому что ференфицировать слона белые хотят. И так далее. И будет примерно пойти все равно. Низлежная точка тем более. Но они, тем не менее, не поспешили. Ну, не знаю, может быть, они не поспешили. Может, они целую неделю думали. Назернули. Или, кстати, в черный выигрывает в один ход. Да. Мат. А? Ну, не мат, но в один ход выигрывает. Не обязательно поставить мат. Можно выиграть фигуру. Это тоже считается, что это выигрывает. Особенно крупно. Холь же три. Холь же три нет. Я просто беру на же три пешка. Все. Выиграли в один ходочечки. Холь на еду. О. А, да. Он последовал совершенно неожиданный ход. Представляю, как таково было состояние играющего в бегле, когда он получил открытку. Можно сдаться. Почему? Да. Потому что если слонка сюда, то мы говорим, где мы срубим, а мы обязательно должны срубить или сдаться. То есть, мы не срубим, когда мы бьем или ферзер, или ладьер. Ой, что если мы не срубим, то эти ферзеры. Бить коня. Если коня не бить, то еще одна пешка отыграет. Человек выигрывает. Это надо бить? Бить королем. Бить королем, и тогда что? А тогда шаг. Да. Да, а можно еще? И дальше. Потому что один шаг – это ничего. Можно шаг. А можно еще про силий сыграть? Ну, конечно, можно королем вернется. А сейчас мы еще очень не даем. Можно обратно вернуться королем. Нет, подожди. Можно вернуться королем, тогда как черный выигр будет? Тогда два. Инь, ты скажи, скажи. Я ничего не вижу. На тарце, как ты хочешь? Ф6. Перейдем? Не забудь, что ты отдал коня. Коня? Тогда он убить меня. Нет, сейчас оно черное. Я говорю, чтобы ты не забыл, что ты отдал коня, но еще нужно какой-то хунь сделать. Какой-нибудь здесь. Ну, ты же, если у тебя коня нет, ты просто играешь без коня. Ну, я могу пойти так, ищите этот поле. У тебя коня нет. Понимаешь, ты просто играешь без коня. Если у тебя нет ничего конкретного. А вы неправильно его поставили? Короля. Нет, почему? Правый. Король им два. Черное отдали. Король взял. Черное дали шаг. Белый мог вернуться защитить ферзя. И тогда как что выигрывает? Нет, здесь. В смысле? Это поле деда с девушкой. А нельзя съесть для одежды? Ну, тогда вы без коня были, как раз, а не без коня какой-то шаг. Как здесь вы играете в ходе? А может быть, размену серзей? Ну, мы только что об этом говорили. Но вы разменяете серзей, вы будете играть без коня. А мы что? А? А рокировка-то? А? А рокировка-то? Вы не забудьте, что вы отдали коня. Если вы просто продолжаете играть обычным шахматом, обычными ходами, то вы без коня играете. Может быть, с РЖ-4 ходит? С ЛЖ-4, а потом березет на Ш-6. Сказал, что Слон Ж-4. Какой ход? Слон Ж-4. Слон Ж-4? Да. Я меняюсь в связи, а мне конь лишний. Вы же не забудьте, что вы отдали коня. Вы отдали коня, а я съела, но шахматился обратно. А можно подсказать? А можно Слон Ж-4? Ну, вы рассказали, что вы за РЖ-4 без смысловий ход, а у вас коней нет. Я просто меняю шинзей, шинзей меняю и играю с лишним конем. Ну, лишним конем это очень большой период. А может быть, Слез шарик? Неужели ты не найдет? Слон Ж-1? Слон идет на РЖ-2, сделал белый слон. Слон на РЖ-2. Вот, конечно, здесь выигрываете Слон Ж-2. И король Е-2 слона, а мы-то берем в Слон. Понятно, да? Да. То есть, а так, я говорю, уже другая. На самом деле, есть еще полисильное предложение, чтобы сразу выиграть нельзя. Так, собственно, и было сыграно. Как здесь, ничего сегодня, если выиграть Слон? Не давай шахмат? Не давай шахмат? О, правильно. Сразу из Коскова БЖ-3. Не обязательно еще есть, Б4, тот же. Нет, Слон Б4 нет, из Кошки на А3 просто делается. А если они у нас сидят, мы Фин взяли сразу. Нет, Слон Б4 это же не шахмат, вы же ничего не даете. Я же с шахматом играю. Подписка. Я беру пешку с шахматом, и вы не можете перевернуться, вот эти открытые шахмат. Вы не можете ферзя защитить. Вы пешки едите, Слон Б4. А вы должны петь, все равно чем, что коронавирусно пешку, вы теряете ферзя. Вот такая комбинация маленькая, сразу же идет на фигуру. Стоит? Сейчас, сначала еще раз эту позицию поставим, чтобы она вот таковано была. Такая забавная позиция, смотрите, один неточный ход, поспешный, можно сказать, поспешный, но в этом турне, Свинучка, турнере по переписке, конечно, я говорю, не назовешь, поспешный, но просто пример интересен тем, что это был турнер по переписке. Убят, или, как еще говорят, заочные шахматы. Не очные, когда играют друг к другу, сидят за доской, а заочные. То есть они могут на большом-большом расстоянии. И один ход неудачный. А если бы они не делали, что-то когда-нибудь получилось у нас? Если бы они не делали, конечно, они могли пойти там из-за, ну, как угодно могли пойти. Могли ферзиавкой в конце это вывезти. Ну, можно и какие ходят. Или Д4. Можно было шахмать делать? Перед Д4 ты как раз тоже проигрываешь ферзиавкой за шахмой. Это очевидно, а это очевидно.